МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В московский и всея Руси Алексей Второй и другие. АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро. Первое, что тысячелетие тому назад начали изучать врачи, или врачи тогда не было, жрецы были, да, это пульс. Говорят, что китайские доктора тогда по пульсу умели диагностировать три тысячи заболеваний. Однажды легендарный китайский врач Бян Цао, живший в шестом веке до нашей эры, был приглашен к заболевшей дочери знатного мандарина, но с условием не прикасаться к девушке. Тогда Бян Цао попросил привязать к руке больной длинный шнур, а другой конец дать ему. Слуги мандарина обманули лекаря и привязали шнур к лапе собаки. Бян Цао заметил, что вибрации, которые он ощущает, это не вибрации человека, а животного, к тому же больного глистами. Испугавшись порицания, слуги привязали шнур к руке девушки, но и в этом случае Бян Цао определил недуг больной. Диагностика по пульсу является древнейшим методом, и даже секундная стрелка на часах появилась именно для измерения пульса. Прежде всего проведем небольшой, это не эксперимент, это тест. Как измеряется пульс? Берете свою правую руку, да-да-да, берете-берете, и вот сюда вот на это место двумя пальцами. Все чувствуют пульс, да? Сейчас нам скомандуют раз, это будет первый удар. И 30 секунд вы будете про себя считать. Когда скажет два, вы закончите, а потом эту цифру умножите на два. Ну давайте, раз. Так. Два. Сколько? 60. 60. Сколько? Так, 37 надо, это будет 74. А? 74. Так. 76. 76. И 27 на 2 сколько? А, 54. О, спортсмен. Ну и у меня. Получилось 72. Вот перед вами яркое представление нормы пульса. То есть от 60, ну до 80. У кого меняется пульс? Это нарушение регуляции сокращения. Ну, наиболее яркий пример. Девушка готовится к свиданию. Или молодой человек готовится к экзамену. Естественно, у них начинается тахикардия, как мы говорим. Это вопрос проходящий, но это может быть и сердечная недостаточность. Человек тогда имеет тахикардию, потому что сердцу трудно работать, как насосу, и он компенсирует вот этот вот недостаток за счет частоты средств сокращения. Это теретоксикоз. Повышение функции щитовидной железы, гормоны щитовидной железы вызывают тахикардию. Это анемия. Потеря крови – это потеря части кислорода, который переносится эритроцитами. И сердце пытается компенсировать это все за счет увеличения своей частоты. И есть другая ипостась. Это редкий пульс. Это так называемые блокады сердца. И они требуют совершенно другого отношения. Александр, у вас стоит кардиостимулятор. Александр Ратников, 59 лет. Мне после имплантации артального клапана началась аритмия. То есть сердце стало почему-то работать на низкой частоте, скажем так. Было мало сокращений, как я понял. Были перебои. И вот мне в первом году поставили первый кардиостимулятор. Ну вот я его регулярно меняю раз в 9 лет примерно. И тогда под кожу вживляется небольшой приборчик, от которого отходят 2 или 3 теперь уже электрода. Правый желудочек. А сейчас есть еще такие сложные стимуляторы, которые еще и в левый желудочек заходят. И это фактически сейчас как хороший компьютер. То есть они дают столько сокращений, сколько человеку надо. Кардиостимулятор считает шаги. Побольше шагов стало, побыстрее. Он побыстрее дает частоту. Помедленнее, он помедленнее. Почему? Слушай, 9 лет иногда даже больше, да? Он очень часто бывает в режиме ожидания. То есть если ему задали, допустим, я не знаю, 64 удара в минуту. Если у человека 64 удара в минуту, зачем ему работать? А вот если у него будет недостаточно или наоборот избыточно, он начинает работать. Наташа, тертоксикоз? Да. Наталья Левитова, 60 лет. Большая тахикардия бывает? Или все-таки вы компенсируете? Наверное, компенсируют. Большой, наверное, не бывает. Когда вы считаете, что у вас, так сказать, большая частота? 80. Ну, тут ситуация такая. Вы, так сказать, и по внешнему виду, и по складу. Вы очень упорядоченный человек, поэтому я понимаю, что вы все это вовремя компенсируете. Но если прекратите прием препаратов, которые вам рекомендовали докринологи, да? Единственное, что будет хорошее, и то в кавычках, это вес уменьшится. Просто похудеете за счет того, что у вас будут сжигаться белки, сжигаться углеводы, сжигаться жиры. Ничего хорошего в этом, честно говоря, нет. Поняла. И одним из проявлений такой, будем говорить так, декомпенсации функции щитовидной железы является упорная тяжелая тахикардия за сотню. Итак, частота телесокращений, она и генетически обусловлена, и ситуационно обусловлена, и обусловлена степенью, будем говорить так, здоровья. Так можем ли мы ее регулировать? Дыхательное упражнение. В принципе, при каждом вдохе сердцебиение урежается, при каждом выдохе оно становится чуть-чуть больше, чуть-чуть выше. Ну, плюс-минус два удара, это просто мы, врачи, это знаем. Массаж шеи. Если, допустим, высокая тахикардия, да, ну, случилась такая штука, просто помассировать шею. Тут есть такие определенные сплетения, не давить, а то будет это как спецприем из кунг-фу или из чего-то еще, да, просто помассировать. Массаж глазных яблок. Массаж. То есть у нас есть другая процедура у врачей, когда есть упорная тахикардия, мы иногда надавливаем на глазные яблоки, это вызывает очень сильный, как мы говорим, вагусный рефлекс, это резко обрывает приступ тахикардии. Но это мы можем, когда человек под контролем. Обычно все-таки помассировать. Если все уже ушло, без медикаментов не обойтись. И, конечно, это кардиосимуляторы, когда блокада сердца. Вот такой разговор по поводу достаточно простой вещи, как пульс человека. Это один из компонентов, один из факторов, которые нужно наблюдать. Как будто бы немудрый и простой показатель, который очень много вам может сказать, даже вам. До того, как вы придете к доктору, просто контролируйте себя. Научитесь правильно находить пульс и правильно его считать. Спасибо вам всем. Постались вопросы, приходите в гости на консультацию. До свидания.